А вот я вас послушал, и мне о чем понравилось. Почему не добавить в себя, не добавить, Бог это любовь и право. Почему нет послания? Почему этого нет нигде? Вот только от вас я это услышал. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Оно добавляется из другого места. А уж в каком месте? Запишите. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. И что? И там вы видите, Христос говорит, я есмь, путь, истина и жизнь. Я есмь, путь. Не один из путей, истина, это правда, правда, истина и жизнь. Истина, это не только правда. Вот тогда вы говорите, вы спорите с патриархией и говорите, это неправда. Я не спорю, это ошибка. Я не спорю, я возвещаю истину, обещаю. Вот не хочу прибираться к словам. Я хочу понять смысл. И мне хочется научиться. Научиться по-настоящему. Это словесный верунок. Хотелось бы, слушаешь, радио-радио, и царапает все время. Там, говорят, тут, говорит, неправда. Вольно царапает. И я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, плохо тогда есть любовь и правда. Говорят, да. Дьявол, отец Снежи. Вот не так давно отца Дмитрия Смирнова. Там кто-то спросил, он процитировал. Все правильно процитировал. Но иногда и он сам грешен в этом плане. Грешен. А уж про других я вообще не говорю. Он не договаривает. Я его комментирую не один раз. Он говорит мусульмане ближе ко Христу, чем православные. Я говорю, что ты не добавляешь? Православных ты их такими бесчувственными сделал. Так почему не добавили тогда, что Бог есть любовь и правда? А почему только любовь? Почему на этом остановитесь? А раз любовь, значит и правда. В любви нет неправды. Поэтому нам говорить, что нужно было добавить, по человеческому нашему разумению, мы думаем, думаем правильно. А Священное Писание сказало, нужно вопрос снять. Да так, любовь это правда. Где неправды, там нет любви. Потому что в слове любовь включается все. Правда, справедливость, желание помочь. Это все в любви. В одном слове. Это абсолютно емкое слово. И говорит, а почему там нет? А он скажет, а почему Бог рядом милосердие не написали? И каждый будет придавать. Это Ибрагим одно скажет, а Авраам другое. Ну вот недавно Арчамин Владимиров отвечает на один из вопросов. Такого же самого. Нехорошо получается, что его здесь нет. Мы его как бы обсуждаем. В некотором смысле, да? Но сошлюсь. Его спрашивают, а возможно ли... Владимир Степанович, как он сказал? Артемий Львович. Да, ложь во спасение. И Владимиров подтверждает, да, возможно. Это старообрядческий лозунг. Ложь во спасение возможно? Невозможно. Это по-славянски написано, что конь ложь во спасение. Конь... А в русском переводе говорит, конь ненадежен. То есть он лживый, он обманет, он споткнется. А они говорят, ложь это конь во спасение. Поможет нам. Мы со лжом и оправдаемся. Конь... А конь и ложь это я просто не понимаю. На славянском языке написано так. Конь-ложь во спасение. Конь лживый для спасения. Он может споткнуться, упасть. Ложь. А они говорят, ложь, конь во спасение. Это понятно. Конь это ложь во спасение. Ложь во спасение. То есть он лживый, ненадежный. Ни самолет, ни мотоцикл тебя не спасут. А я пешком, если с Богом буду, я пройду все преграды, меня даже не увидят, что я был здесь. Дорогой друг, я был в пяти тюрьмах. У меня есть опыт быть невидимкой. Когда Бог закрывает. Вот так. И какие были начальники, приезжали со специальной целью. И не кого-то ждут, а евреев. Мазур, Моисей Ааронович. Меня запечатали в психиатрию. И не выпускают, пока не присветилось в сербовском институте. Институт дураков такой есть. И теперь он со мной беседует. Это все у меня в моей книге отображено, этот еврей. Он меня пытает и говорит, скажите, вот, вы говорите, Екатерина мученица. Ну да. А Зоя Космодеменская герой или нет? Герой. А кто по-вашему выше? Я говорю, Зоя Космодеменская, конечно. Она выше Екатерина. А почему так? Я говорю, потому что Екатерина знала, что глаза ей выжигают, она их получит в этот день. Ей отрезает язык, она их получит. А Зоя ничего не ждала этого. В ней нет будущего. Поэтому она в человеческом понимании намного выше герой, чем та, которая... Ну что, ну режь пальцы, у меня их через пять минут от Бога получу опять. Меня убьют. Ну, и он говорит, а вы какие-то голоса слышите? Я говорю, постоянно слышу. А какие? Я говорю, в коридоре матерятся. Это ваши плоды безбожие. Вы их не научили верить, они матерятся, мешают нам разговаривать. И он все записывает. Дурак я или нет? Дурак. Не, не понятно, лови, не лови. И он в конце не может понять, кто кого исследует. Понятно. Меня 26 лет только психиатрия мучила. Специальная статья, я нигде не могу. Поступаю в институт. 14 человек, там другой разговор. 14 человек, конкурс, я побеждаю его, прохожу на две пятерки сдаю. Шесть дней меня вычислили, у меня больше нет. Какой? Я на Завуневской, где я выступал. Нет, вы выступали или поступали учиться? Поступал. Учиться. Сельскохозяйственный, отдел механизации. Потом поступал в высшее мореходное училище, Рижское. Не просто так. Это крутое. Да. И четыре варианта успел решить для них. И латыш, преподаватель, видит, что я решаю для других и ничего не делает в замещании. А у себя запятую не там поставил. Я математик перерожденный. Для меня математика это стихия. Уважаете решение? Нет, я меня не уважаю. Не уважаю. И все. Интересно. Очень интересно. А что вы скажете о собаках? О собаках? Вон она у меня собака. Вопрос кого? Она вернее, человека намного. Дальше. По интеллектуалу равняться может только с лошадью. Только с лошадью. А человеку? Человеку нет, конечно. Человеку равных нет никого. Человек это промежуточное звено между плотским и духовным. Между бездуховной собакой и амбельским чином. Он обладает и душой, и телом. Собака бездуховная? Конечно. У нее души нету. У нее только тело. Любит. Нет. У нее нету души. Она отдает свою жизнь за хозяина, за друга. У нее души нету. А души нету? В нее это вложено. А души нету. Или это разные понятия? У собаки нет души. Она у нее в крови. У животных. А у человека отдельная душа. А где она охраняется, никто не знает. Голова и сердце. А что вы скажете о Святом Христофоре? Тот, который посчитал, что лицо его зверообразное, это легенда. Он был нормальный человек. Сила его не была необыкновенная, конечно. И когда его увидел правитель, он в обморок упал. А у него такое. А он лицо, говорит, такое, сам выпросил. Он был чрезвычайно красив, и женщины линули к нему. И он у Бога выпросил. Господи, дай мне песик, говорит, лицо, чтобы этого не было. Но лицо было не песик. Просто оно было более неприятно. Это нам так описывает Житие Святых. А другого мы не знаем. Вы знаем? Другого не знаем. Источника нет другого, кроме Жития Святых Дмитрия Ростовского. Мама, это основа жизни. Дмитрий Ростовский ведь с юзуитов списывал. Ну что? Он же юзуитов списывал, Дмитрий Ростовский. Я прошу прощения за вопрос. Это в прологе написано? Почему юзуитов ничего? Это наши прологи. С французских источников. Наши, никакого отношения туда нет. Наши ловсайки отдельно. Они даже продаются в прологе у него на прилавке лежат. Я видел. Дмитрий Ростовский, он просто был писатель от Бога. И многое он выдумывал, чего, может, не было. Благочестивый вымысел. На этой фразе я согласен. Ну. Я их насчитывал, жития, составлял на них симфонии, каталоги. И пришлось 12 того примерно на 10 раз пройти. Я знаю, о чем говорю. 1173 географии. Все, которые знают, о чем говорю. Знают. Потому что я этим специально занимался. И в интернете только моим голосом, начитый на Златоуз 12, только моим голосом, полное жития, моим голосом, добротолюбие, опять тому. Четыре книги Григория Диченко и всего 50 книг. Это на моем сайте. Дальний наш сайт. Это вот хистин народ. Я вам сейчас дам. Вот это, пожалуйста. И другим дадите. Держите. Другим дам, давайте. И там вот сколько написано. Посмотрите. Это самый богатый сайт. Там 1700 наших роликов. Пожалуйста. И там форум, и там mail.ru, и новый сайт. И симфония есть. Да, два симфонии. Все там есть. Все 38 моих книг. Можно скачивать. А скажите, кого-то вопрос задам. Большое прощение за вопрос. Есть точка зрения такая, что Ветхий Завет, который, как я понял, вы ставите выше Нового. Конечно нет. Никак. Никак. Это два крыла одной птицы. Да. Ветхий Завет был написан после Нового Завета. Да, конечно нет. Новый Завет стал писать Моисей за 3600 лет. Это тысяча, 2600 лет до Нового. Это так написано у Карташова и у других историков. А вы сами душой как чувствуете? Это правда? Что? Я прошу прощения еще раз за совет. Моисей жил за 1600 лет до Нового. Это они так рассказывают. Ну и он написал автор. Как он может позже-то быть? Родственники Моисея нам это рассказывают. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, авария. Я говорю о родственниках Моисея. Ну да. Они нам рассказывают, что он жил 3000 лет назад и так далее. 3600 лет? Белый Завет был написан вот тогда. Ветхий Завет. А математики говорят, я говорю как математик с математиками сейчас. Да. Вот сейчас. Да. Как математик, человек, который любит математику. Математики говорят, что Ветхий Завет был написан позднее. Я вам один раз сказал, спорить не буду. А как Исаак Нитон сказал, гипотез не сочиняю. Да. Я просто думал, что... Простите, что вы... И чужую блевотину на стол не ставлю. Исаия 8.20 говорит так. Столы наполнены отвратительной блевотиной. Кто-то изрыгнул, кто-то сказал, решение я там или кто-то... А я буду это разбирать. Я знаю, по Слову Божию, это не так. И на этом весь сказ. Я на стол даже не поставлю эту тысячу. Это чужая блевотина, которую вы повторяете. Это не надо делать. Я христианин. Я знаю все писание Бога духовновенно. И писали вы святые божьи человеки, будучи движимым и духом святым. Там нет ни одной буквы, которая не от Бога. Я у Бога этот дар выпросил веры, когда обратился к Богу. И потом мои знания, все языки, что я изучал, я понял, считаю их гордость. Я все связал, к утпул сбросил. У меня в тот же день началась новая жизнь. Я 50 лет провел над изучением Библии, канонов церковных, жития святых и патристики. Недавно стали считать, примерно это я вложил 10 университетов самостоятельно. Это мое богатство. Я его отдаю без хитрости, получил, без муковства даю, как говорит Сераф. У меня радостно, любое общение с вами, говорю, что вы подковырнули там. А для меня разницы никакой. Нет, 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 не вы, другой. Я и говорю, что для меня нету, для меня нет каверной работы. Представьте, я только в одном университете, в одном университете, 17 лет, 21 тысяча студентов. И всякие вопросы, и не было вопросов, на которые я не отвечал. Самый провокационный, против власти, там, меня это не касается. Я уважаю своих слушателей. И отвечаю ему, согласно Библии, согласно канонов церкви. Называет дату, цифру, и он оттуда смотрит, какая глава, какой стих. Ну вот это люди, которые, покажу это, пришли на занятиях. Это мои. Они случайно пришли. Вот недавно, ну, книга-то написана, и одна студентка пишет. Она ходила к Кришнаии, там, везде молодая, но из себя очень видная. И она не знала, где найти истину. И однажды она ехала в автобусе, а в автобусе ее придавили к сзади стенки. Две женщины разговаривают, и ты давно ходишь на занятия? Недавно, ну как, я, говорит, довольна, не знаю как. А она искала, и когда она сошла, она говорит, ты про что рассказывала? Она говорит, да, привет, а где? Алтенский технический университет. И она пришла на наши занятия. И вот что интересно, она входит только, из передней парты поднимается. Женщина уходит, она садится на ее место. И она зашла, говорит, я слышу, вы разговариваете о войне, вопрос. Ну, а у ней вопросы. У меня, говорит, вопросы, выстроили семь вопросов, которые ни один священник мне не решил. И вы вдруг, говорит, повернули голову на меня, пристали говорить, и стали отвечать мой первый вопрос. Ответили, сразу в начале второй, третий, все семь вопросов мне ответили. Не спрашивая ничего, это Бог делает. Она все это записала. Это не мое. А, он гипнозом много лет занимался. Не занимался, у меня ничего не было. Гипноз – это колдовство. Я глубоко верующий человек. Я получаю это все на молитве. Другая жена с мужем идут, рассорились, и развод. И вдруг на столбе объявления в нашем университете. Она говорит, ну, давай зайдем хотя, о чем мы будем говорить-то. Зашли, точно так же, вы в дверях, говорит, нас увидели, и вдруг стали говорить о разводе. И мы вышли, говорит, оттуда уже обнявшись. Это Бог делает, это нельзя человеку знать. Примирили вы. Я-то их не знаю. Она мне это говорит потом. Я-то и не знал, что у них так было. В разговоре немножко. Я говорю, Света, а как вы были? Да мы с Юрой шли, поругались, вдрызг, говорит. И вдруг увидели ваше объявление в университет. Зашли, и вы нам все разложили по полочкам. Виноват, это я, оказывается. Она все разложила. Я намеков не даю, я конкретно говорю. Ей прямо сказали, где-то по пунктам. По пунктам. И она после подходит и благодарит. Семья сохранилась. Благодаря тому, что мы по объявлению зашли в вашу аудиторию. 410-ю. Ну, Господь послал. Ну, Бог так сделал. Да, Господь послал. Знаете, а возрождение-то вообще будет? Какое? Возрождение Руси будет? Понимаете, я не пророк. Заранее скажу, я не Нострадамус. Но я молюсь и желаю этого. Но признаков ни одного нет. Нет. Никакого. Есть старцы, которые говорят, будет император, что-то. Все это под таким туманом. Я не пророк. Поэтому я живу для сегодняшнего дня, чтобы люди познали Христа, встретились. Будет это, дай Бог. Но только это будет много и крови стоит. Крови будут моря течь. И русская нация, как таковая, сойдет с арены навсегда. Что в плане Даллеса написано. Но тот план действует там, где нет Бога. На меня он не действует. А как он действует? Я молюсь и благодарю Бога. Вот реклама такая, разврат. Я не вижу этой рекламы. Идут демонстрации там с геями. Я их не вижу. Меня они совершенно не касаются. Я занимаюсь, молюсь. Да вчера такое было тут. Я не знаю этого. Эти люди достойны сожженых. Это Содом и Гамора, Содомиты. Но меня не касается никак. Они мне вреда никакого не делают. Да вы знаете. Они делают вред молодым. Понимаете, от них зависит. Пусть она дома молится, не ходит, где попало. Это нет. Знаете, вот так нельзя сказать, что от них зависит. Они же очень падки. Они находятся в школе, в социуме. Пусть не будет падка. Баптистские дети туда не попадают. Они с ними занимаются. Дети адвентистов этим не занимаются и не впадают. Учите. Я из баптистской семьи. Потом православие. Но я вам сказал, они занимаются. Так вы знаете, значит, как баптисты занимаются с детьми. Я обратился к баптистам 50-х. Это моя духовная родина. Они как занимаются тщательно. Ну, вот видите, вам есть что вспомнить. Так, а как быть с тем, что мы читаем, что спасутся только православные? Они не церковь. Они хорошие не церковь. Нет священства. И поэтому нет таинства, нет литургии. Они не церковь, только поэтому. По всем пунктам они выше нас. Я мусульман ставлю намного выше христиан сегодняшних. Как отец Дмитрий Смирнов. Я их знаю. И когда начинают бороться с водкой, на каком расстоянии от ущербного заведения пивную бочку ставить, никто не решит проблем. Фу, я это слово не люблю. Это только сделают мусульмане. Они сразу голову поотрезли, на шнахет повесили всем пьяницам, наркоманам, все закончилось. Это решительные люди. Как Андрей Кураев говорит, религиозно талантливые. То есть, в принципе, вы одобряете такие методы устрашения? Нет. Я говорю про них. У христиан это неприемлемо. У нас неприемлемо. А как нам тогда действовать? Нам только молиться. Вот мне не надо голову резать, и я в рот не беру ни алкоголя. Я не беру ни грамма, ни пива, ничего. И такие мои братья основные. Я мясо не беру, чтобы не соблазнить кого-то. Меня слушают мусульмане, слушают эти адвентисты синего дня, которые против свинины. А вы едите сильно, я вообще мясо не ем. Они вообще не знают, куда мне. А кофе? Ни кофе, ни чай, ни какао не пью. Это наркотики. За мной нет ничего, я свободно везде подпоглядую. Они видят искреннего человека. И честно. А они соглашаются, значит, с полным проположением? Да, они приходят, сравится, делаются православными. У нас она пришла, теперь дочка вышла за нами. Которые в Маловузовской здесь были? В Маловузовской были представителями. Там, когда был Бычков, вот, Житков, Яков был, а потом его сын. Они там в одной церкви, адвентист седьмого дня и... Ну, сейчас они отдельно вроде начнут. Баптист, но они просто разные. А совет церквей, это там, где Парковьев у них был, Милюков, Минаков. Я знаю, Храпов умерял стихотворение. Привет вам, Христово, святующее племя. Храпов, знаете? Анатолий Петрович Храпов. Мы поем эти песни. Это поэт настоящий, это отоделённый баптистов. Я вот даже стихотворение поместил в Новом Завете, который я издал. Эта песня вообще для нас... Христос воскрес. А если бы не так, то все бы светлое давно укутал мрак. И солнца правды не узнали бы мы, и не было бы выхода из тьмы. И если бы он из гроба не восстал, нам чуждо был высокий идеал. И даже в мыслях мы бы не смогли подняться над растлением земли. Он жив. А если бы он не жил, то мир давно уже похоронил живое все, что есть в душе у нас. Пытался сделать это он не раз. И если бы тот камень гробовой не отнят, был всесильной рукой, то бы сейчас бездушный садуке мог правду скрыть под грудами камней. Та вещь прошла через грани всех веков и через границы всех материков. Ни варварство, как видим, ни прогресс, не заблужили песнь. Христос воскрес. Храпок. Прекрасно. Прекрасно. Можно мне теперь? То есть я так и не поняла, что у них нет рукоположения на преемственную. Вот это главное. Но сами люди-то они спасутся или не спасутся? А спасение Бог решает, не я. Но согласно Слову Божию, вне церкви нет спасения. А церковь только там, где епископаты. Вне церкви нет спасения. Это Иварион Троицкий отдельную книгу написал. Это ближайший патриарх Тихонов. А если им перекрещиваться, то это обязательно полный обряд? Это даже не как с католиками? Как с католиками? Католики полное погружение принимают? Нет, если католики в православие переходят. И полное погружение должны иметь? Так они не крещеные. А вот у старобрядцев, если приходят, то им ничего не надо. Они правильно крещеные. А если эти крещеные, ну, баптисты, полное погружение? Неправильно. Каноническое правило 50-е, апостольское, гласит, должен быть крещен в три погружения. Три погружения. Погружение во имя Иисуса Христа в смерть его. 4 глава, 6 стих, послание к римлянам. В смерть, а не в погружение. Они берут так, открестят, вот так на спину опрокидывают баптисты. А это положение в огроб. А надо в смерть. А Христос умер стоя, поэтому нужно крестить, чтобы человек вот так поднимался. И в смерть Христос умер стоя. То есть они неправильно... Неправильно. А они крестят положение в огроб. Да, а не назад. Назад. А человек должен прямо стоять. Христос умер не назад, он умер на кресте стоя. Ну и соответственно окропление. Никакого. Окропление и никакого крещения не тормозит. То есть полностью для прям стоячей? Полное троекратное погружение. Он умер для мира. Это говорит период Иерусалимский. Неформальный ли это признак? Прошу прощения за вопрос. Сюда стоя опускался вниз в воду. Или же на спину, или же нагнувшись. Вот меня в Октяной крестили не так давно, к сожалению. Согнувшись на корочках вот так вот. Ванная полностью с головой. С головой все. Это крещение. Вас не опрокидывали назад. Назад никакого. Но вперед-то я наклонялся. Да, ничего нет. Христос, когда был на кресте, наклоненная голова была его. А на корочках сидел. Не важно. Хрестоноги были подогнуты. Он поднимался, опускался. От фиксы его душил, потерял сознание. Он поднимался и опускался. Вот такая должна быть наша. Я вот присоединяюсь к вопросу. То есть это неформальность? Есть какое-то, как это сказать, таинство в том, что так или так? Я еще раз говорю. Шестая глава, четвертый стих послания к римлянам. Крестившийся во Христа в смерть его крестились. В смерть. Не в положение во гроб. Это слова Библии. Как я могу говорить? Крестят православный прямо, а Баптиста прокидывают на спину и выкладывают. Это положение во гроб. Что доказывают? Когда стреляют, человек падает вперед или назад. Но Христос был прикован. Он не мог никуда. Он только поднимался и опускался. Это его смерть наступила на кресте. И вот это наше погребение. Я не выдумываю ничего здесь. Прямо говорится. Все во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Галатам 3, 27. Открывай, считай. Я называю главу, стих. Когда мы говорим с баптистами, они здесь не одного слова сказать. Но когда они говорят православным о знании Христа, православные как рыбы на песке сидят, ничего не могут ответить. У баптистов крепкая вера. Они правильно верят во Христа, во Святую Троицу. Почему? Потому что между православием и баптистами нет прокладки. Они прямо отошли. Прямо отошли баптисты. От православных? От православных. Они все православные еще не... Мне было очень интересно, как мои родственники. Потому что у меня они верующие все. Ну как, вот сколько известно, все верующие. И они верили еще даже, когда вот советская власть вот эта вот была, когда арестовывали, они собирались где-то там на полянах. Дед мой работал на авиационном заводе, никогда не скрывал, что он верующий. И самое интересное, что его по разнарядке во время войны уволили, а он был начальником ОТК отдела шасси. То есть если бы там заклинило, знаете, что было. Его убрали, поставили какого-то, как говорят, у вас христианин на такой ответственной тут это самое должности. Его убрали, а потом вернули обратно, потому что тот вот не справился, как бы его поставили. Вот, то есть я хочу сказать, они очень много, мне всегда интересовало, откуда они... Но я, к сожалению, уже это узнать не могу. Я тебе не об этом говорю. Они стали, их называли штунда. Штунда это час по-немецки. Вернувшиеся в Первую мировую войну оттуда, они-то оттуда принесли это учение. И они стали собираться отдельный час заниматься. Их стали называть штундистами. То есть это когда в Первую мировую произошло? Да, вот оттуда в это время хлынуло. Хлынула волна освобожденных пленных, они принесли это в баптистскую веру. Это самое главное. Пашков тут, Радсток они меньше сделали, когда в Петербурге основатели были. А уж Воронаев тут 50-ти сейчас по валу. То есть штундисты это просто баптисты? Это баптисты. Штунды сейчас по-немецки, штунды. И поэтому они собирались на один час, их прозвали люди, собирающиеся заниматься на час. Штунда. Штунда. То есть начально они были православные. Они православные попали в плен. Попали в плен. И в плену они там встретились с баптистами, которые им открыли истину. И вот один из них приезжает, когда уже из плена вернулся. И он ищет один, никого нет. Идти в храм идолам поклоняться он не хочет, как он понимает, иконы идолы. И он услышал об мельнике, один мельник там, говорят. И я, говорит, пошел к нему за 20 километров, чтобы двое мы могли помолиться-то. Ну, я, говорит, подхожу, а в это время мельница-то крутит, и подошли гуси. А он вышел, и, ух, якорь-те-макар, гусей тут нанесло, якорь-те-макар. Я, говорит, не стал разговаривать, развернуться и пошел назад. Верующий не будет якорь-те-макар говорить-то? Мне понятно, что это православный. Потому что он, говорит, за помилом своим не следит. Я развернулся, говорит, ушел. Вот это истинная вера. Но он потерял все, он не в церкви. А вот как быть, действительно, с иконами? То есть, баптисты, они же не почитают иконы. То есть, считается, что это, ну, Бог есть Дух, пополняться ему надо в Духе и есть Духе. У них не лады с математикой. В 20-й главе они читают, не делай изображение, на этом заморозе. А в 25-й главе написано, сделай изображение. Пусть за 25-й дочитают. Я говорю, а Христос пришел в какой храм? Говорит, дом мой, дом умолитый. Соломонов. Я говорю, вы хоть Библию читали? Думаю, я читаю 20 лет. Соломонов. А 4-я книга, 25-я глава говорит о том, что Соломон разрушил этот, Новоходоносор Соломонов храм разрушил, изломал Медное море и все перевез к себе. А где Христос приходил? Так вот то-то и оно. Книга пророка Иезекииля, 41-й глава, 17-й стих. Там говорится, вот Бог, говорит, новый храм построить из Арававелев. И чтобы изображения были снутри, снаружи, от пола до потолка. То есть куда Христос пришел и говорит, дом мой, этот дом, где Христос молился, где торгашей гнал, он весь был в иконах. Еще раз. Я бы не записала. Иезекииля, 41. Можно? Не-не-не, ну это не... То, что такое сокровище? Я вам сейчас дам. Я бы не потеряла бы ее. Пожалуйста. Вот, дам. Вы уже изменили, держите. А камера у вас все отключилась? Она кончилась, так говоря. Ну вот, взорно стоит. Иезекииль. Иезекииль. 41-я глава, 17-й стих. Сделай изображение. Слово изображение в греческий – «экон». Сделай икону. Это перевод просто показывает. Сделай икону. Где внутри храма и снаружи, от пола до потолка. Там живого места не было. Все было в иконах. Так а там были херувимы. По образу небесного. Потому что праведники все шли в преисподние места. Это по образу ада было бы. А как же тогда святые, где... Имена святых записаны на небе. Запишите где. Исход, 32-я глава. 32-й стих. Моисей говорит, если Господи не помилуешь, то и меня изгладь из книги жизни. Так как имена на небе были записаны, то у Аарона на Нарамнике, на двух камнях, были 12 имен сынов Израилевых. Поэтому в храме были имена. А теперь, когда образы уже Христос вывел из ада, теперь у нас иконы святых. Потому что они теперь на небе. У нас же храм по образу небесного. А у стихтантов по образу склепа. Ничего там нет. Их вера, говорит, как облогля. Еще на ней не растут. А православие это красота, это пышность. Да, красиво. Можно, да? Да. Да, извините. Не перебивайте, пожалуйста. Не, простите. Хотелось такое вот еще раз вернуться к тому, что я уже, может, вас как бы спросил. Какое было ваше детство? Немножко о родителях, окружении. Как вам открылось божественное? Вот я отвечаю на это слово. Избрание. Как я себя помню, самый маленький был. Отец был на фронте. И когда он вернулся, вылечил его, видимо, воинный Айценецкий его лечил. Ему руку оторвало вот так, а когда делал операцию, уже вот так. Воинный Айценецкий. Лука. Лука, который канонизировал. В это время отца возили, где он был в Красноярске, где он работал. Да тогда он там работал, правильно. И моего отца, видимо, он и лечил. Отец. Он его и благословил. И он говорит, для аппетита, отец-то крепкий здоровый, давали сколько-то там водки или спирта. Ну, я к этому привык. А потом в обед не дали. А я тогда врача спрашивал, почему нет? А ты, говорит, посмотри на себя в зеркало. Посмотрел, но у меня щеки красные. Аппетит там двойная порция. Отец у меня очень сильный был. Тебе, отец, больше не надо ничего. Домой. И отец явился домой, а я в это время на полу был. Это было, значит, он явился в 42-м, а я с 39-го. Два года, уже третий год был. Я запомнил это. Я гляжу, чужой зашел дядька, это шинель на нем. А там был у нас большой сундук. Я на сундуке был. Я как сиганул напишу, русскую пищу, и спрятался. А отец, значит, что ты испужжался? Да, Игнаша, иди там. А я... Мама была верующим. Родители, мамины, деды, дед и бабка, они были очень религиозны, староверы, беспополцы, киржаки. И это я все от дедов впитал. Мама говорила, вот этого нельзя делать. Материться будешь, на крюк тебя повесят за язык, и в аду я этого боялся. В школе нельзя пить, там мирские люди. И мне надо выпить. На большой переменке я бежал домой, выпью, и пока бегу, из меня опять испарилась. Но 10 классов кончил, ни разу в школе не напился. Вера была. Но мое избранищество не в этом, то, что я с детства прятался. Мне нужно куда-то было удалиться и помолиться. Это вот у вас такая потребность была? У меня попрятность с детства была. А у нас 10, 5 братьев, 5 сестер. Этого ни у кого не было. 10 человек детей. 10 у январида войны. И вот мама пошлет меня, к отцу он пасет. Отнести обед где-то. Обед. Обед. Я иду. Я мог припасть к земле и слушать, как витамины бегут к корням деревьев. Если дым какой-то где-то горит, я представлял, это суд Божий. Мама говорила, воды не будет нигде, люди будут толпой бежать, увидят вода, прибегут, а там серебро лежит. Ну, как она понимала, заревут и обратно. И я один шел и плакал. Так у вас мамочка была непростая. Она непростая. Она мать-героиня была. Мать-героиня. Но помимо того, что она мать-героиня, она еще вот какая-то имела вот те... Ну, кто же... Она молилась постоянно. Такие вот, да. Духовные очи. Она молилась. Да. Представьте, работать на 12 коров надо каждый день вручную подоить в колхозе. А в ночи идут такие были машины, тяжело крутить, отвелывали клеветоны. И на ворох пшеницы там упадет. Сколько? Сон. Сейчас-полтора. Утром надо бежать на ферму. А отец-инвалид войны надо собрать, вон с одной рукой там отправить, свою корову подоить. Да еще колодок 15 пчел держали. Ух ты! Как молодцы! И она все успевала. Сама косила, отец с основной рукой. И всему нас приучила мать. Ей никакой сына нет. И вот она под старость... Сколько же лет было, когда мамочка ушла? 86. А ей большая, какая жизнь. Она молилась. Я пришел, она двойные очки толстые. И говорит, сынок, ну как-то мухи между этими залазят туда. И все время считала акафисты и каноны. Научилась считаться лет 55 было. А до этого не считала? Не считала. Они с отцом вместе полкласса не кончили. Совершенно неграмотные. Как они договаривались воспитывать детей? Никогда отец при матери... Отец выйдет, но отец прав был. А мать... Могла бы сказать, но отец вышел, все, разговор закончен. Как они понимали, как нас воспитывать? И какая-то была такая сакральная фраза. Вот. Мы полим огород. Ну, ребятишки. А мать скажет, вот не допололи, а отец коров-то пригодит. Он что скажет? Что скажет? Я не знаю, что скажет, но это оказалось что-то такое тяжелое. Вот он жарился на солнце, а я сделал или не сделал. Поэтому мама ему скажет, вот полгектара там картошки, ты сынок полей. Два ряда надо сегодня прополоть. И я пластаюсь, потом исхожу, еще в 4 часа свободно. У меня два ведра в руки и в степь сусликов выливать. И теперь я его вылюю суслика, обдеру, дома на оставне прибью, а потом надо в район 20 километров отнести и 3 копейки. А велосипед 72 рубля. А мне в Корщину ездить, у нас 4 класса, дальше 12 километров. Это все своими руками должен быть сделать. Мы выросли в большом труде, в радости. Все росло у нас. Ну, Бог нас миловал. И родители такие были. И вот эту ненависть к советской власти, отец мне привык. Я решил стать террористом. Я отомщу коммунистам. Вот ямки, сынок, здесь жили такие-то люди, их раскулачили. А он меня не видит, я сзади сижу, ребенок 6 лет, и сижу, коров пасем и плачу. Это какие же люди, такие хорошие были. А кто их сделал, называют фамилии, где вырасту, я их убью. А родства нету, а мама доила коров где-то, и тайно даст выпить. Я выпью, и на косяк, и мере срасту, я быстро и любил. А вот картошку пололи, значит, она взросла травой, пыреем, да? Да, у нас всякие, называлась краснокаренка. Да. Вот это много там, разный венок бывает этот. И вот росли, вот у вас 10 живых детей, вот, понимаем. Болезни не было, вот, из вашей семьи? Были болезни. Брат мой, который священником, у него была повреждена с глазами, и он где-то месяца три должен в темноте сидеть. И несмотря на это, он сдал за класс, а потом кончилось семинария, стал священником. Но выздоровел, он без очков сейчас ходит. Полностью как ослепший был. А что ему помогло? Сейчас сказать даже нельзя, что-то было, какой-то сахар каменной точили, в глаза сыпали. Это я помню. Камень. Другого-то еще не было. Можно еще, да? Недавно в британском посоле, в визовом центре был, и там снимают отпечатки пальцев. А мне палец снимать, его нету. Да ты немец штыком оторвал. Немец штыком. А это у меня взрывом повредило палец. Они не могут никак снять отпечаток, но он коллега. А здесь еще нет. Они пальцы снимают, вот так я пальцы держу. И может это повлияло, что там еще документы. У меня просто... Не это повлияло. Если бы вы были, понимаете, если бы вы были... Так, а если нету человека, то они поедут в Англию. Тогда бы вас был на Ура. Да, это тоже... А если бы вы яркие? Подумаешь, что террорист палец не отравленный. Всякие же будут производственные проблемы. Серкитарь горкома партии, допустим, говорят, какую бы вы пользу принесли нашей партии. А, да, все время сват. А я только молчу не взялся. Вы бы знали, как я вас презираю, подлецов. Паразиты. Как клещи на шее у быка весной. Я видел, они бездельники, бабники, пьяницы, ворюги. И он меня зовет. Моего брата двоюродного заключили в конторе и не выпускает, пока в комсомольстве не подпишешься. А он, держали его, ну, второй день ни пить, ни есть. Ну, он говорит, согласен в комсомольстве там. Но только, поверьте, я воровать все равно не буду. Они до того обиделись, прогнали его. Хорошо, он сказал. А когда вы почувствовали свое, как бы, такое духовное предназначение? Это с детства. В возрасте с детства, да? Это с детства. Ну, примерно лет пять вам было или три года. Ну, понимаешь, я всегда молился и прятался. Я определяю избранность именно тягой к молитве. Вот если этого нет... А прятались от людей, да? Ну, люди, чтобы не шумели. Где прятались? Где-то... Ну, какое-то хотелось уединение, да? Уединение. Вот, допустим, отправили нас в восточно-казахстанский город, там Лениногорск, и потом в тайгу мы строили лесоперные заводы. Спят все. Меня вдруг ночью поднимает Господь. Я выхожу около наших, которые в бараке, прямо медвежьи следы. Смотри, тайга. Я иду ближайшим елем, а елем вот так вот, становлюсь на колени ночью, когда все спят. И я молюсь тому, кто сотворил все. Я не знаю, как назвать его. Библию слова не слыхал. Евангелие о Христе. Я считал, Богородица выше Христа, потому что она мать. Это моя биография. Я уже в техникуме учился. И вот эта тяга к молитве у меня постоянно была. Это избрание. Божие избрание. Я его не оправдал. Где-то поступал не так. Но меня Бог спас от чего? Я ни одного слова матерного не сказал по сей день. От женщин спас. Я не знал этого. Поэтому мой разум светил по сегодняшний день. Ничто так мозги не проедает, как блудная жизнь. Я сегодня с одним был. Он говорит, я работаю адвокатом. Кончил с красным дипломом, памяти нет. Я говорю, я вашу биографию не знаю, но вы блудник. Он говорит, да. Мозги проедает. А когда братское отношение с сестрой где-то, это наоборот дает особый тонус. У тебя какие-то дары рядом с женщиной проявляются, музыкальные или стихосложения, что-то еще такое. Женщина это мощнейший стимулятор к доброму. А люди понимают только козлу. Вот у меня что есть таланты какие, я был переплесчик-реставратор, это женщина. То, что я печатал на машинке тысячи страниц, привезли к этому женщины. Что бы ни возьму, это сестры верующие. Ну да, понятно. И они первые давали мне толчок. Мне нужно всегда ткнуть, ткнуть, и тогда я начинаю... Вдохновение получали от женщин. Правильно я понимаю? Да. У меня большое вдохновение от женщин. Вдохновение, что она слабый сосуд и столько добра в ней. И она принесла мне эти книги. Я где-то дорогу еду, а сам сижу, пальцы... Вот в армию иду, и идут впереди две женщины. Я приспособлюсь. Они разговаривают. Я представляю, вот эта француженка, вот эта англичанка. За это я по-французски перевожу ее слова, за это я по-английски. Да мало-то еще напечатать, чтобы... Мне настолько это... И все самостоятельно. Мой мозг был переполнил лихорадочными движениями. А маленько погодясь считаю, что эта англичанка стала немкой. Сразу по-немецкой. Это испанка. То есть одной минуты свободной моим мозгам не было. Это от Бога. И все это я хотел применить в дурном направлении. Поступить в институт международных отношений и уйти за границу. А Бог показал, будешь ездить за границу, но с другой целью нести Евангелие. И поэтому вот наш конел белый. Можно еще, да? Первая ваша... Бедушка у нас божий одуванчик. А? Вот Светлана, вот я с ней встретился. И остались памятники, рисунки, фотографии. И я все время ее вспоминал. И она там смеется, вот она фото разнутрыла. Я думаю, что же я такое сказал, что она смеется, и другие стоят, вот которые грузинка там, ну только что на ногах не падает. И вот здесь вот стоим мы, вот в этом месте, это года два назад было. И все говорят, что мы будем сказать, не знаю я, что сказал. И она как смеется, и все это так приятно, так красиво посмотреть. Ничего дурного нет. День, что уникальное. Божий одуванчик, да? А? Божий одуванчик. Да нет, я не одуванчик. Первая ваша встреча с Богом. Ну вот, когда вы, ну вот, было у вас по жизни вот такой какой-то, ну, как вы вот внутри себя почувствовали, что это вам, ну, как бы... я понял. У нас в армию привезли фильм отверженный Викторий Гуго. Да, хороший фильм. Очень. Ну, это первый, где Жан Габен играет. Жан Габен, да. Вот. И фильм скучный. Солдатики пошли, позевают. Я не нахожу места. Я раз в семь, наверное, пошел в город. Еще раз, да? У меня увольнительная была годовая. Я был техник-смотритель воинских зданий ракетных войск Дальнего Востока. Ну, это же увольнительная. Какое доверие вам было? На целый год у меня увольнительная. Я один разъезжал по стране, и ты представляешь, какая должность? Это же не каждый утретик воинских зданий ракетных войск Дальнего Востока. И мне сразу солдаты, сразу было вызвать. Ну, так вы скажете, что надо. Сержант, но я был на 26-й старшиной. Первый же год. Ну, это же... Вообще говоря, должность для... Она одна была такая должность. Одна. На Лес-Востоке. И когда я говорю... Это где-то, извините, не... Ну, доверие было полное. И было еще... Нет, но это до ваших... До обращения. До обращения. До телевизора. До, когда я встретил Кипрю. Я знал, что Бог есть, дальше не шел. Не с чего было идти. Кип не было. Я покупал анастическую интернетуру и два экземпляра. Один вырезает с этого, а другой с другой. А потом склеивал, чтобы получалось что-то. Это Теяга. А когда Викторий Гоу посмотрел, и там показывает распятие, его сейчас нет этого. Я достал фильм этот старый, и там нет этого в кадре. Вырезали. Видимо, я много говорил об этом, и, видимо, все-таки стало известно. Его просто нету. А не, около него собирается, Мариус, когда приходит с дочкой его. Да-да-да. Да, приемная-то. Вот, Казетта. 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 И вот, они говорят, отец, как много ты страдал, а он лежит, поднимает глаза, это Жан Габен. Да. Нет. Вот он, великий страдал, если показано распятие, на весь экран, с углом на угол. Меня это все прожгло. Я пошел в книгу, несколько раз прочитал. Вот этот фильм, да. Этот фильм. Это был мощнейший толчок. Ну, а дальше уже, я сразу стал говорить о Боге, не зная ничего. Ну, естественно, власть отреагировала, как меня сгребли, скрутили, я начальством, офицером стал говорить. А дальше уже, когда прошел год, я приехал в Латвию, и там я встретился с людьми, 50-ники, баптисты, где я получил Библию. И там я покаялся в этот день. Я ничего не получил, кроме Библии. Ничего. И у меня был мощнейший рывок. Я в этот же вечер, вернувшись на корабль, стал говорить другим, родным, близким. Там, на раз, чемодан переписал писать. Новый Завет, наверное, не один раз. У меня много друзей, я всем стал делать выписки. Как будто, внезапно, я вот, заново родился, как этот дар мне Бог дал, я сделался другой. Вот, пришел первый мой брат, сейчас он у Протеири, отец Айтим. У вас, и второй брат тоже про священие. Он второй брат, мой за мной, который идет. А я понял так, что у вас еще два брата, которые оба священия. Нет, один. А, один, а другой пьянец. Другой пьянец. А, он даже так. Да так. Вам не удалось его... Никак. Он старше меня, жил в Москве. Это Москва его, ваша развратила. Ну, конечно. Москва виновата. А пьянец тоже. Ну, а где же божий дар? Нет, божий дар. Божий дар прокурил, пропил, проблудил. Это Москва развратная, блудница всемирная, моего брата погубила. Так что молчать. Мы виноваты, конечно. Конечно, виноваты. В Москве ничего нет, диванное христианство. Пьянство дается тоже для покаяния. А? Пьянство дается для покаяния. Оно дается для того, чтобы стать в аду прописанным. Пьяница, сразу же не дает. Говорят, не наследует пьяница. Ни до чего не дается. Для покаяния. Как раз, не согрешишь, не покаешься. Это атеисты говорят. Больше, чтобы не говорило это. Глупости такие. Это насмешка. Пьянство дается дьяволам, для того, чтобы в ад затащить. Житие святой Ирины 5 июня. Она говорит так. Дьявол шел и кричал. Я друг пьяницам и развратникам. Вот и все. Пьянство дьявола. Оно не для покаяния дается, для смерти вечной. Как соблазн. Вот соблазн. Валяется свинья. Добровольное умопомешательство. Добровольное сумасшествие. Гиппократ сказал еще. Все на мой взгляд. Вы же все-таки, я прошу прощения, в третий раз возвращаюсь. Неужели брату нельзя? Никак. Вы такой яркий человек. Никак. Он сразу обматерил меня, пошел отсюда и все. Он старше меня на 5 лет был. А я его любил до самозабвения. Он был талантливый, а я бестолочь. Он все мог делать. Он сам магнитофоны делал. Трансформаторы. Везде провести, даже в баню радио проводил. Дома, когда были, рушилку сделал, как зерно дробить. А я не мог. Он лыжи делал. А он меня обманывал. Деньги у меня выманывал, прокуривал где-то. А я рот раскрыл на него, смотрю, он все мог делать. А я не мог. Я любил его, не знаю как. Вот что-то надо сделать, какой-то пугач, он тоже сделает. А я совершенно бестоларный. Я не технарь. Я не знаю. Бог дал другое. Это понятно. Ну, значит, Богу было верено. Я уверен. Как вас зовут? Владимир. Владимир, вы просите, можно последние вопросы, мы поедем. Уже просят очень. Извините. Вот, пусть здесь. Никто не мог ответить на эти вопросы. Вернемся опять к баптистам. Вот ранее сказали, что сначала я вас взяла интервью по евреям, вы свою позицию высказали. У меня эта позиция, как раз баптистам, они молятся за еврейский народ. Как вы, наверное, знаете, из-за Израиля. Вот. Но когда я приняла православие, то есть, ну, я вообще-то на православии раньше начала узнавать, чем крестилась. Детей крестила в православии раньше, чем сама крестилась. Мне так, Бог меня так сподвиг, когда я сына родила, у меня еще сын старший есть, он сейчас в военном лагере. Вот. Я, не знаю, так просто, что нужно крестить и все, в православную веру, и все. Вот. Так я к евреям хочу вернуться. В православии есть такое ересь жидовствующих, и что не садиться там с ними ни за стол, там, ни в бане, ни что с ними. Вот. А вы с ними, значит, как быть с этим? Вот. Меня священники зажали однажды в Екатеринбурге с двух сторон, а вы тоже нарушаете каноны. Вот эта церковь, патриарша, она нарушает из 719 правил 413 каждый день. У нас ни одного, это 57%. Они говорят, и вы нарушаете как? А написано, с евреями в бане не мыться. Я говорю, я не моюсь. Я никогда не пойду в бане там заразу чужую сифирь собирать. Мне-то зачем? Так вы не ходите? Нет, не хожу. А с евреями нельзя быть в корчме. А я не хожу. Как? А когда едете где дорога? Дорогу едем, мы с братом купили батон, зашли в сад, в снег макнем, в рот, в снег, в рот, все. Я с евреями нет, я с ними общаюсь на самом высоком уровне, мы вместе молимся. Он меня причащает, мой крестник еврей, который у меня обратился. А другие евреи, которые еврейские, так и остались здесь. У нас прекрасные с ними отношения, но я в бане с ними не моюсь. У меня в бане, сам взял баню. У меня своя баня. И они ко мне не просятся. Я ни одного правила не нарушаю нигде. Но к евреям отношусь так, как повелевает мне Господь Бог. Благословляю их. Об этой нации я ежедневно молюсь, Господи, дай японскому народу добрую землю, чтобы они могли здесь покаяться. Чтобы в Дальнем Востоке или где-то. А то, как оставить резервацию, как музей какой, Японию это. А еврейский многострадальный народ помилуй. Пошли к ним добрых миссионеров, чтобы они уверовали. Я молюсь ежедневно об еврейском многострадальном народе. За обращение евреев. Да, за их обращение. А что ж, убаюсь, там ограбили. Я этого не знаю, не вижу и не могу почувствовать. Меня они не ограбили. Я с детства родился бедный. У меня все есть. Я не бедный. Поэтому ни один грей меня ограбить не может, потому что ничего нет. А мои стопные сапоги, это новые офицеры подарили. Я веду занятия в летном училище. Это 470 курсантов, высшее авиационное училище. И меня туда пригласили. И вот закончилось у них занятие когда-то. Офицеры присутствуют, а там в основном полковники, преподаватели-то. И вот они меня завлекли к себе, там у них пиво, ну хоть что-то там в обувь. Я говорю, я не пью. Один другой говорит, ты какое чувство у тебя? Он говорит, мне кажется, я никакой академии не кончал, я ничего не знаю. Он слушал, я как будто первый раз родился здесь. Один говорит, а вы сапоги возьмете? Я говорю, какие? А нам сапоги дают. Он за диван. А какой размер? Я говорю, 43-й, так это мой размер. И они мне отдали офицерские сапоги. Все. Но я их только на благовестие, в них не хожу. Другие у меня стоптанные, это благовестические. Я написал, в них меня и похоронили. На меня тапочки не надевайте. В каких? В этих или у вас еще? Нет, у меня с собой даже они есть. Я составил завещание на английском языке, на немецком, на французском, на русском. И с печатью заверенное у меня с собой лежит. Если я умру, он ответственный, должен меня где-то спрятать в машине и привезти домой, около маму похоронить. А мамочка где похоронен? Где деревню строим? Потеряевка. Потеряевка. А Потеряевка, это вот Мамотовский район, в сторону Кулунды. Барнаул-Кулунда дорога железнодорожная. 150 км от Барнаула. А я вот упустила момент. Родители ваши верующие были? Мама верующая, а отец позволял много себе считать. Но за стол садился и всегда коррестился. Ну, никто не знал, какие молитвы считает. Даже у меня такая сестра тихая, она рядом стояла. Что же отец считает? Так и не могла понять, что он считает за молитвы. А уже перед смертью с мященника вызвали, исповедовался. Отец позволял себе много. И пил. Ну, как? Десять детей как бы. А когда кончил пости, а его угощают, ну и выпьет. Потому что угощают. Ну, а выпьет, значит, и слова нехорошие летят. Вы знаете рассказ, как сатана искушал одного пустынника и предлагал три греха сделать. Убей, или сблуди, или напейся. И он выбрал маленькое. А выпил, подвернулась красавица. А тут и муж. И в горечах убил мужа. Все три греха в одном грехе. Да. Поэтому ни грамма в рот. У нас вот мы, братья, мы все за свой закон. У нас ничего этого нет. Нету ни грамма, ни пива, ничего нет. Это наша команда. А сестры? И сестры такие же. А про сестер, мы в наших сестер видели какие? У меня стихотворение написано. На шатках в своем табурете обласкан с сестрами. Все. Только узнает, они уже тут как голубицы прилетят. Как они о диете в книгах увидят. Вот такие вот наши сестры. В городе Барнаулии потеряют. У нас две общины. Хрестовозвиженская, Свято-Амфимовская. То есть они тоже в общине, но в Барнаульской. В Барнаульской, а другая потеряют. Две общины. А священник один, он неделя там, неделя здесь. В воскресенье. Потом приходит. Он переезжает туда-сюда. Так, еще вопрос? Так, с этим закончили. я думаю, мне даже уже ясен ответ, но я его все-таки озвучу. В чем вы видите свое предназначение? Ну, я понимаю, это служение, это вот именно несение Слова Божьего людям. Священное действие, благовестие. Священник, священнодействие в алтаре. А проповедь, значит, священнодействие, благовестие. И приезжал писатель Быков, вы же знаете, Дмитрий Львович, у нас там был-то. Для Игнатия, говорит, проповедь, это стихия. Скороговорка Солженицына, тоже, говорит, выкладывает. Он там был. У нас, в Потеряевке был. И журнал «Собеседник» напечатал. Но его статья у меня в книге моей, для Слова Божьего, нетусь есть. Не записывал и многое наврал. Никто ни разу не соврал. Это отец Кирилл Сахаров и Макаров. Лобня здесь около Москвы. Такая Лобня. Есть такое. Оттуда журналист приезжал. Макаров Сергей Сергеевич. Он 10 лет работал в «Комсомольской правде». И он ни на шаг от меня не отходит. Он все записывает, как отец Кирилл. Точно так же. Или рукой записывает, или на магнитофон. И поэтому все статьи его как будто он сегодня написал. А отец Кирилл, как настоящий журналист, написал и сегодня мне дал на проверку. Вот так надо делать. Я выправил ошибки и он все готово. Инат Тихонович, там Батченко сказал еще до конца пройти надо проверить. Я не могу проверить, потому что там от руки написано внизу. Им. И я тебе давал, ты тоже не мог прочитать. Почерк очень тяжелый. Почерк, да. Я не мог прочитать. Почерк не разбирать. Я же тебе давал. Николай. А тебе давал. Ну, так дальше вопрос. Да, последнее. Последнее. Как с вами связаться или встретиться, или найти вас? Вот здесь никак. Если обратно будем ехать, теперь меня уже привязали. Сергий Каннабас, священник был. И он заплатил за полный комплект 20 тысяч 100 рублей. А дал только 5 книг. Остальные я должен завести. И тут меня поймать можно будет. Вот тогда уже встреча, если же она будет, тогда мы уже расскажем все, что мы видели. А встреча, которой никому никогда не было и ее нельзя сделать. Нельзя. Для этого нужно иметь то, что мы имеем богатство и иметь то, что мы имеем здесь. Когда обратно возвращаться? Обратно мы должны выйти, только выйдем из Шенгена 4 июля. Но мы сразу уходим на север, в Нурманску и потом работаем по северным областям и спускаемся вниз. Мы должны вернуться здесь где-то в половине, может быть, августа. А, в конце лета. В конце лета. Потому что Виктор учитель, ему надо успеть домой. А, к сентябрю. Да. Да, да. В медкомиссию проходить. На работе. На работе. Ну, тогда у меня все. А что у вас официальное? Да, государственное. Да, три учителя. Государственное? Да. Большое вам громадное спасибо. А мне ваш вопрос очень нравится. Очень был рад, Игнатий Тихонович, с вами. Вот, вот, когда я, мне было такое, ну, как бы, послушание, дано, позвонили, сказали, ну, там, надо обзвонить. Виня, запишите, как звать, величать вас. Козлов Владимир Степанович. Козлов? Да. Да, вот еще вопрос, который... А мы к Козлову парализованному едем. Да, вот, я, вы говорили о нем, да, и у меня было написано, только не в этой бумажке. Владимир Сергеевич, а тот Сергей. Я Владимир Степанович. Владимир Степанович. Дядя мой родной Степанович. А вот Козлов иконописец, правильно, ему 30 лет, метр девяносто, рост, ну, когда вот вы ее рассказали, вот в первой беседе вашей, я вот как раз о нем-то и тоже хотел вот задать вопрос, но, к сожалению, он у меня выпал, он остался в тетрадке, я его сейчас не вижу. Вот если можно, кратко, значите, о нем. Майл.ру, знаете, что такое? Ну, это компьютер. Мой мир. Войдите в него, в мой мир, и зарядите Игнатия Лапкина. И там два листка. Один я с головы, другой просто в шапке. Где в шапке я работаю, а на том модераторе работают. Вот по компьютеру. Майл.ру, знаете мой мир? Знаю Майл.ру. Мой, ну, одноклассники, контакт. А это мой мир называется. Я в моем мире работаю, это лучшая система. И чтобы он свою страничку завел, это в 5-минутное время вы сделаете ему. И чтобы он у меня попросился в друзья. Ему надо сделать? Ему сделайте. И тогда мы будем говорить по скайпу, скайп вы становитесь глазком. Там есть мой однофамилиц. Не потянешь-то, Степан. Да нет, я знаю, что не потянет. Вы сделайте ему, он потянет. Он не потянет. Еще раз говорю, потянет. Я его знаю. Он хороший, я его люблю, но он не потянет. Мне просто, знаете, что хочется? Мне вот подробнее узнать об этом. И вот что еще. Так все есть. Очень важно. Вот этот Козлов, мой однофамилиц, художник, ну, иконописец. Мне бы увидеть его иконы, то не так вот, а вот как бы вот близко, чтобы я мог дать оценку. Вы зайдете, если в Мейл.ру, вы на него табличку, страничку, увидите иконы и как он их рисует вот так плечом и как-то, а руки у него вот так вот перевернут. А вот он абсолютно, я могу показывать, у него там какая-то труппа, как откачивают, что? Вот такие муки терпят. Сделано. Ну, вот само... Изображение. Ну, не то, что изображение, а вот как это написано, вот эти, почувствуйте, плави, вот этот, ну... Он показывает, как рисует иконы. У него ролик поставленный и показывает не где-то, а в Москве. Сейчас ему 30 лет, да? 31, наверное. А вот кто выступает, Соловьев или кто-то там, еще один. И он как раз, сестра его, рассказывает про него и показывает, как он рисует иконы. Так что их и дело. Но рука просто у него вот так вот скручена, он никак, только локтем как-то. Я, знаете, что хотел, вот мне бы хотелось сравнить его... Игнати Лапкин, запросите. Игнати Лапкин. Игнати Лапкин, я один в Мейл.ру. Для того, чтобы мы его сравнили, ты знаешь, я тебе говорил, вот с теми мастерами, которых, ну, ты знаешь. Известная фамилия. А Игнати Лапкин один, на Контакте один, на Одноклассники один, я везде один. Просто нет нигде, в Фейсбуке у меня все это есть. Живой журнал у меня есть. Ну, то есть, насыплял, как говорится, собака-блох. А как этого художника имя, отчество? Козлов? Козлов Сергей. Сергей Козлов. Кажется, Сергей Викторович, что это было? Наверное, его просто в Яндексе... Найдете иконописец. Парализованный иконописец, напишите. Парализованный полностью. Чтобы сравнить, Игнати Лапкин, с Зеноном, понимаешь, и этим, с Севиным. Сразу понял, с первого слова твоего. В Воронеже живет. Сегодня СМС от него пришло. Сегодня он так и запросил, когда приедете. Мы к нему едем с подарки. Везем березовый сок. Очень хорошо. Орешки... Кедровые, да? Кедровые. Он уже паркиз на 10 раз. Батюшка пошел уже. У Батюшки интересно, как усы чуть-чуть, как будто бы ел мороженое. Игнатий Тихонович, вам спасибо. Большая благодарность. У нас спасибо нет. Спаси Христос. Спаси Христос, да. Спаси Бог. А спаси Бог не действует, как спаси Христос. Да. Я вам расскажу сейчас маленький случай, если хотите. Да, если можно. Мы едем. У нас в коллектив где-то 6-8 человек. Батюшка, иди-ка сюда. Он говорит спасибо. Я говорю спасибо не надо. Ты говори спаси Христос. А тут говорит спасибо Бог. Нет, только спаси Христос. И мы свезли в Пензе, а у нас мы работаем в мостопоезде, бесплатный билет в один конец. Россия. Мы железнодорожники. А мы в один конец как. Мы не на Москву едем, а родители во Фрунзе. Оттуда мы переплываем через Каспийско на Баку. Это в один конец называется. Захватим Молдавию, Киеву. Захватим Киев и Санкт-Петербург. Это в один конец. Оттуда более прямое. Мы едем, но не знали, что остановку можно только одну делать. Вторая гасит билет. А нам надо было где-то слезть. И мы слезли, она говорит нам, вы слезли. Остановка была вынуждена в Москве. Это вторая. Вам билеты-то... Мы так кахнули. А сама сказала, вышла, ее там нет. А в это время наш поезд пошел, на котором мы слезли. И она появляется. А что вы стоите? Так билеты-то вы нам. Сделайте, чтобы мы могли ехать-то. Да что делать? Поезд-то уже мелькает, идет-то. А мы... Шшшш... Остановка. И нам последний вагон. И она сделала, мы заходим уже не в третий вагон, а в последний-то. А время утреннее, где-то часа четыре. И мы идем по вагонам, и последний, здоровый такой у нас мужчина, крепкий идет. А там одна моет там в ресторане, с одной стороны. И он заходит, значит, что вы тут ночью шаритесь? Он, извините, спаси Христос. Так громко сказал. И мы дальше дверь закрыли, не знаем, а в купе спала директор ресторана. И она дверь открыла, где Христос? Она что-то видела, или у нее там АБХС на носу? А этой, которая мыла, да вон и сусики ходят всю ночь тут. И они тогда утром эти сутки-то насыпляла, суп-то понесла, ищет нас, и наношла. Это вы ночью проходили мы? А вы не хотите к нам в ресторан? Да нет, мы не ходим. А у нас батюшки ехали, они гуляли, а мы не батюшки, мы просто и нам не положено. А вы придите, вы нам расскажите о Боге. А кто зовет директор? А если кто-то против? Как против? Мы скажем, против не будет. И мы пошли туда. Я в этот день в 4 часа проповедовал в ресторане. 4 часа! И в это время встал один человек, подходит, вытаскивает красную книжечку, сотрудник КГБ. Вы сколько будете тут агитируют людей-то? Как это, директор ресторана, буквы, вот так надвинулся сотрудник. Да ты вчера у меня на четвереньках выполз, тепленький едва. Извините, он культурно сел, извините, больше ни слова. А я продолжал вопрос отвечать. Чем вам угодить? Ничего нет. Я говорю, если есть картошка, нечищенная, но чтобы не разваренная, а так, чтобы нож провалился. Сделаем. И они тут же сделали, мы идем, это блюдо несем, как Данайские дары. Так они пока ехали, не знают, чем нам угодить. Слово «Спаси Христос» оно тронуло. Это и жизнь в моей практике. И поэтому говорить, «Спаси Христос», чтобы слово «Христос» звучало, сатана боится его. А спаси Бог, а там как будто спасибо. А молитвы можно вас спросить? Да. Молитвы Иисусова, вот умное делание, вот ваше. Я молюсь, не больше десяти раз. Не больше. Не больше. У меня четки сто. Первая десятка, я молюсь Иисусу Христу. Я вам покажу. Вот я молюсь. Подожди. Первая десятка. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Это на два послона. Да, на два послона. Снова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Уже себя упоминает. Уже меня грешного. У меня четвертый поклон. Теперь. «Слава тебе наш Бог Иегова». А воочию. Иегова, чтобы прозвучало. Попы скрыли слово это. Когда Моисей спросил, как звать Бога, говорит, «Я Бог Иегова». Восемь раз в Библии говорится. А в переводе семь с лишним тысяч раз слово Иегова в Библии. Ни разу в церкви не звучит. Я говорю, «Слава тебе наш Бог Иегова, Аллилуйя!» Пятый раз. «Слава Вышне Богу! На земле мир, в человеке благоволение». И дальше. «Свят, свят, свят Господь самого, вся земля полна славы Твоей». Исайя, 1 глава. Дальше я говорю, «Господи Боже мой, благодарю Тебя за тот день, когда Ты даровал мне веру святую, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Господи, благодарю за тот день, когда дал мне святую Библию и дал добрых людей, которые позаботились о возрастании, моей души. Аллилуйя!» Десятка кончилась. Все. Вторая десятка, Божья Матери. «Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами Твоими. Матерь Божия, благодарю Тебя, что сохранила от падения, сокрушения, предательства, измены и умения. И впредь не оставь Твоим попечением. И покрой нас аммофором при Твоей. Десять потонов. Дальше ангел-хранитель. Десять. Я Ему говорю, «Ангел мой, Ты столько лет хранил меня, я благодарю Тебя. Какой Ты хороший. Порошу Тебя, мой ангел, не покинь смертный час, когда душа будет от тела разлучаться. Ангел, проведи душу мою по мытарствам, введи ее навеки, вечное царство Христа Бога нашего. Ангелу десять поклонов. Дальше десять поклонов Яну Крестителю. Ян Креститель, благодарю за молитву, которую Ты услышал и помог. Благодарю Тебя, Господи, что научил нас и научи жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Господи дарю каждому жилье. У нас есть люди, у священника нет квартир. Господи, дай ему хорошее место. Я каждый день упоминаю, там один Сергий есть и Гавриил. Это вот. Дальше Никола чудотворец. Никола, Николай, я ему молюсь. Никола чудотворец. Благодарю за услышанную молитву о людях, о животных. У меня терялось что-то животное, он мне всегда помогал. Вот пять. Дальше пророчество. Пророков всех перечисляю в библейских. Это шестой десяток идет. Я его перечисляю и говорю, Господи, исполни церковь Твою духом пророчества, чтобы день прихода Твоего и нашего отшествия не засталось не готовыми. Но молимся навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Десятка кончилась. Дальше ангел, архангелы, хирургий и церапимы, предстоящие престолу Божию, и святые апостолы, и евангелисты. Это в одно входит. Потом отдельно мученики, которые умерли. Перечисляю всех. И только чтобы никто не принял антихриста, печать. Укрепите нас, святые мученики. Теперь святых отцов. И последние десятки жены и девы. И дальше перечисляю непокоривых жен. Господи, дай им послушание, молчание, целомудрие, стыдливости. И чтобы никакого поругания не было. И перечисляю жен, на которых мужья жаловались. Укрепите их характер. И вот сто. И таких вот заходов в день должно быть не меньше семи раз. А перед этим три святоя. Три святоя до очи наших. Это один раз. И сто поклонов. Это один раз. Давыд говорит, Псалом 118, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Благодарю тебя за Майдан, за все, что есть. Это суды Божьи. Я его благодарю семь раз. Проходит час-полтора, а ребята на улице, вот Виктор работает, он заходит, а вы давно молились? Вот. Все. На веранде, где, на улице, около пруда. Пошли малину брать. Время подходит, мы все встали на молитву. И поэтому особый настрой к душе, когда постоянно ты в молитве находишься. Но утренний, вечерний, это у нас отдельно. Это уже получается 9. И послопоклонных уже 900. Темно. Это поклоны поясные у вас? А? Поклоны поясные? Поклоны поясные, которые могут и в пост ребята делают. Мне нельзя. У меня операция на позвонке, еще две грыжи осталось. Я если три поклоны сделаю, больше нельзя. Звоночные грыжи? У меня три грыжи на позвонках. Я всю жизнь на стройке работал. И тяжести неимоверные приходилось таскать. Сделали операцию, очень удачно. Я хожу на ногу. Еще две нетроны. Я очень богатый. Даже грыжи три. Болезнями богатыми? Да, ну, я не болею. Это я не считаю за болезнью, это естественно. Я вот лежу, мыть вот так поймать нельзя, там это покалечено. Меня руки выворачивали, когда меня пытали. Меня накачивали разными лекарствами. Меня вот такое тело делали. Со шприцом разум отнимем. Твоя вера в Бога. Они ничего не могли сделать, меня Бог сохранил. Я весь искуроченный. Но у меня ничего нигде не болит. Я не признаю это за болезнь. По внешнему вашему впечатлению о вас этого ничего не скажешь. Этого ничего не видно. Вы очень жизнеутверждающий и жизнелюбивый человек. Отец Кирилл все это описал. Он был, когда я разговаривал с глухонемыми, с урдопереводчиком где-то, а глухонемой на той стороне. И он мне машет рукой, куда бы поехал. Я показал ему, а отец говорит, я говорю, он поехал овечек встречать, и там маленькая объягненность. Это жест такой, что означает. Движение одно. А он тогда думал, я думал, просто сказал. И отец Кирилл все это описал. А когда глухонемой появился, я стал сразу записывать, изучать эту азбуку. Это очень интересно. Да, спасибо еще раз. Просто надо жить интересно, красиво, как я говорю, азартно. Вот у меня это стихотворение, которое я написал о своей жизни. Пример к себе своим воображением. Я рассказывал. Все что? Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб. И давят только вниз. Задача выжить. И ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. В истерике, в бессилии. Их совещание по тайным кабинетам. Моим паролем, псевдонимом. Пропитаны обклеенные планшеты. Так, день за днем, а стрелы мимо-мимо. Там я говорю о Сауле. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что я мёд акриды. Их штаб-квартира избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями. В машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошёл. Не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на всё гляжу. Это мой стихотворительный. Ну, у вас что-то отдан-то прям. Вот отдан-то земную жизнь, Пройдя наполовину, Я очутился в сумрачном лесу, Утратив правый путь Во тьме долине, каков он было, Как произнесу, тот лес суровый, Чей давний ужас памяти несу. Вот мне, вот что-то это всё переключили. У меня стихотворения такие, Когда считают поэты, Они не могут поверить, Что сегодня это можно... Откуда вы берёте? Ну, представьте, у меня вот, Я увидел её, вот она стоит. Платье дына у меня. Стекло в окне у меня на это стихотворение. Машина, да, собака. Он записан. На всё стихотворение... Ну, 3467. Девяти куплеточных. И у каждого библейский эпиграф. Да. Это невозможно. Большое вам спасибо. Это за девять лет только написано стихи. Ну, давай, Степан, посмотри. Это Бог сделал. Я когда читаю сегодня стихи, Я пока до конца не досчитаю, Моя подпись, Я не могу их признать своими. Одна же приезжает священник и говорит, Я такое стихотворение нашёл. А вы знаете газета Радонеж? Не знаю. А там стихотворение. Я считаю стихотворение, Как из одежды вырос Самуил, И как мы вырастаем. Ну, сильное стихотворение. Я говорю, интересно это. А кто написал, знаете? Я говорю, нет, он открывает. Игнатий Лапкин. Я такое не писал. Ну, плагиат это ворует. А тут, получается, отказывается. Это не плагиат, а какой-то перевёрт. Я не помню, но бывает в конце имя какое-то. Тогда я пишу и как будто никогда не писал. Ну, представьте, 36 строчек на каждом стихотворении, И от руки написано 3400, А пачка бумаги это 500. Это 36 полных пачек, И седьмая почти вся, И рукой моей списана. И у меня в архивах всё сохраняется. И у вас вот это как само тихот, да? Когда вы пишете. И при том вот что. 3467 стихотворений написано, И ни одной помарки нету. Они просто чистые сразу записываются. Ни одной поправки нет. Удивительно. У Пушкина у него там всё исчёрканное. У меня ни одной поправки нет. Удивительно. Это не бывает так. Не бывает. Обычным переписывают. У меня архивы целые. Любой посмотрит. А как это? Я не могу ответить. Это от меня не зависит. Я просто люблю моего Господа. Самое качественное. Я люблю его. Спасибо. И хочу прославить жизнью своей. И Бог дал мне каких друзей. Да. Мы как одна душа едем. Вот сейчас... А вы имеете в виду вот... Вот он. Вот они. Раз. Виктор. Вот Николай. Николай и Виктор. Виктор. Вот Виктор. Вот у вас два как бы ваших помощника, друга. И ваших... Он старший, конечно. Того говорить не надо. Понятно. Он шофер, дальнобойщик. У нас шоферов хватает. Я сказал, Николай не поедет, ничего не будет. И меня нынче подкусила сатана. Значит, я прошу где ставка должна быть. И чтобы Господь расположил в сердце Николая. Он в прошлом году лето со мной пробыл. Ну и со мной, для Бога. А Виктор еще, он так и так едет. Николай согласился. А Виктор говорит, а у меня занятия, теперь пойдут там где-то повышение кролевых аст. Я так ах. Ну я его молитву-то исключил. Я теперь срочно всем давайте и Виктора скорее подключайте. И Виктор успел все сделать и поехал. Виктор, вам сколько лет? 41. 41. А Николай, а вам, извините, что так и вопросы задаю. Нет, нет, нормальный вопрос. Я, Угнать Тихоновича, 10-го, у меня 8-го, день рождения. Июня. Да, ему будет 75, а мне 54. 54. Большое спасибо. Виктор, если можно, когда будет у вас возможность, запись. Вот такой полностью, который даем в сайт, полностью такой вид создал Сергей Козлов. Мы туда-сюда отсылали друг к другу, потому что вот создать, так это он сделал. Нет, ну потом. Когда уже отработали, тогда мы его... Знаете, а вы именно хотели эти ролики, которые сняли, да? Вот сегодня. Вот вам сайт же сдали? Да. Вот там во Свете Библии на канале, ютубе, они будут выставлены. Он здоровый, крепкий, нырнул головой, ударился на бревно. На Воронеже. И семь позвонков. Семь позвонков. Его из-под воды когда достали, он лежал мертвый. А подошли молодые, говорят, ну попробуйте хоть его. Где он, это, поддыхание ему. И они когда его, и этим ломаным позвонками, перерезали весь столб нервов-то. Ему делали много операций, там по 6-7 часов и бесполезное дело. Нельзя срастить. Они вдребезги эти нервы. Во Свете Библии канал. И он лежит уже где-то, наверное, 12-й год, полностью парализованный. Вот он, вот он. Ну, разум чистый. Там они сейчас, кстати, выставляются ролики. Вчера Арсен помог. И уже там наш человек знакомый. Сейчас Гогенед уже смотрел только вчерашнюю. Понял, вы хотите умереть за Христа. А он встречался с искренни всякие, поза-поза. С 27-го самого по вчерашнюю днюю. Я не могу сказать, когда его Бог открыл просто. Мы все равно, наверное, да. Ему сафона заказывают это все. Он в этом в рейтинге на первом месте стоит. Братья как бы стараются. Хорошо. Большое спасибо. Спасибо, Христос. Мы собираемся у нас... В прошлый год мы проводили красный ход. Мне понравились ваши вопросы. А вот мы, я думаю, поискредитетам. Мне бы, конечно, хотелось... Теперь вы говорите обязательно еще с вами здесь, в Мэйл.ру. Мы можем там разговаривать. Установите его скайп. Когда вы были в Ильине... Он неправду говорит. Это неправда. Тут там ничего не надо иметь. Он просто нажмет... Он будет пользоваться. Его... Он будет делать это. Вы только на бумажку запишите, что делать, где нажимать. На компьютере может работать парнокопытное животное. Лишь бы знать, куда нажать. Мудрость-то в том, кто изобретал. Вот это мудрость. Может быть, после вашего... Он сможет. Сможет. Я его... Я считаю, что мы родные друзья уже стали. Я его 10 лет уговариваю. Я его полюбил. Взять компьютер. Возьмите... Наберитесь пенсии. Хороший, чтобы купил компьютер. И не который стоит, а с процессором. Купите. С процессором настоящим. Чтобы там у него 100 гигабайт было. Это 1000 гигабайт было. Он будет такие переписывать. Другим давай слушать. Он такой работник будет. Никогда на возраст не жалуйтесь. Какой это возраст? Возьмите. Большие дела. Говорю, откройте ворота. А его вообще возненавидели. Его хотели убить. Иеремия, пророк и начальщик. Есть фильм. Вы наберете? Сейчас можно одну просьбу. Там все хорошо показывают. Это не наш фильм. Там здорово показывают. Геннадий, прям одну минуту. Одну минуту. Просто сейчас позвонили. Очень просят молиться. Умирает мальчик, Отрок, 15 лет. И когда хрещеный, ну не верующий. И просят молиться, чтобы Господь вероему даровал. Давайте молимся. Мальчик как звать его? Отрок Александр. Отрок Александр.